Всем привет! Вы снова на канале Оазис Миссис Смит и зовут меня Людмила. Друзья, да, вот это растение я вам показываю очень и очень редко по одной простой причине. Я до сих пор его не понимаю. Это портулокария афра. У меня это варигатная форма. Вот, видите, листочки в пятнышку с белой каймой, так скажем. Что я могу о ней сказать? Да ничего! Она у меня находится 11 месяцев, а я до сих пор не особенно понимаю, как с ней общаться, потому что она сидит вот в этом горшочке, наверное, все это время. И последний месяц точно, если не больше, она у меня пересыхает. Она пьет как лошадь на водопое, да, или как слон, если говорить об африканских растениях. Как формирую, никак не формирую. Пару черенков с нее срезала, это было по весне. Эти череночки поехали жить к девчонкам, к Надежде с канала «Зеленая жизнь» и к Светлане, канал «Жизнь с цветами и без». Они, конечно, были малепусичные, прямалепусичные. Я, честно сказать, не знаю, живы ли они. Девочки, откликнитесь, пожалуйста, напишите, портулокария у вас жива. Или как там, конечно, смотреть, пока еще не на что и показывать некого. Но вот видите, за 11 месяцев у меня портулокария выросла вот до таких размеров. Это не слишком большой размер, это маленький горшочек. Но формировать ее уже, наверное, я думаю, что пора начинать, потому что иначе она завалится. Вот у нее имеются вот такие длинноватые ветви. И их стоит бы ограничить, чтобы хотя бы спровоцировать ее на ветвление. У нее хорошо утолщается ствол. Я молодец, что не срезала вот эту вот нижнюю веточку. Вот, вот эту. Она помогает стволу утолщаться. Иначе она просто, вот знаете, она просто пыталась все время завалиться. Я ей пыталась установить опору. Хотя завела я все-таки это растение, когда увидела видео на канале «Усадьба Багиры». Из нее там был сформирован бонсай в полукаскадном стиле. Я влюбилась. Я, вы знаете, я убилась, искала себе портулокарию. И вот на выставке мне посчастливилось приобрести малюсенький черенок. Как она выглядела на тот момент, вы можете увидеть. Я снимала видео о новинках с выставки. Ссылочку оставлю, наверное, в описании к этому видео. Посмотрите. И вот за 11 месяцев она у меня выросла вот до такого размера. Сейчас действительно ее стоит несколько подрезать, сменить ей посадку. Посмотрим, что с корешками. Вполне возможно, что посадка будет в этот же горшок. Может быть, чуть больше, потому что я ее хочу все-таки несколько разогнать. Меня не устраивает то, что она тормозит. Летом во время жары, против света, не знаю, покажу или нет. Ух, какая она красивая, да? Начинаешь показывать, она красивая. Когда стоит на полке, да, вот эта вот кракозябра, отвернутая от меня, тянет ветки в другую сторону. Она, в общем-то, на вид-то так себе. А сняла я ее сейчас для съемок видео и поняла, что растения-то красивущие. Единственное, что вот она отсушивает листочки, но это только потому, что ей не хватает влаги. Давно не хватает влаги. Она пересыхает дико. Пьет она, конечно, несмотря на то, что культура у нее похожа на культуру толстянки, но пьет она намного больше. Скорее всего, у нее здесь неплохая корневая, и ее пора начинать все-таки приводить в порядок. Давайте ее сегодня пересадим. Портулакария. Ой, она на экране красивее, чем живьем. Редко такое бывает, но, как оказалось, вот бывает. Я уже даже подумывала о том, чтобы раздумать делать из нее бонсай, но на самом деле правильно сделала, что я ее не выкинула в самом начале, потому что, приобретая маленький черенок, вы должны быть готовы к тому, что он будет развиваться достаточно медленно. Медленно, по крайней мере, по первости. И по весне, когда я подрезала, да, я ей подрезала макушку, вот после этого она нарастила неплохое количество боковых веточек. Листочки отпали, да, из этого места у нее начали расти боковые ветви. Вот видите, какие сегменты нарастают у нее. Она была неплохо облиственна, но поскольку пересыхает, конечно, листочки поотваливались. И сейчас у нас зима, да и, наверное, она все-таки набирает силу, начала набирать силу, поэтому у нее и междоузлия стали немного длиннее. Посмотрим, как будет себя вести летом. Очень маленькие междоузлия, очень были маленькие. Ну, давайте, хватит болтать. Приступим. Пересаживать я ее буду основательно, потому что это будет полная замена субстрата. Здесь она до сих пор сидит еще у меня в рассадном грунте, который я давным-давно не использую для посадки растений. Вы знаете все, что я перешла практически на минеральный субстрат, составленный собственными руками в основном. Ну и лечу за пополам с кокосом, да. Она тоже у меня иногда проскакивает, когда не хватает компонентов для того, чтобы составить субстрат самой. На самом деле растение очень даже такое ничего себе, да? Да. Ну, давайте. Давайте начнем ее разбирать. Здесь у нас глиняный горшочек с дренажом, все как полагается. Дренаж оставляем. Так, сейчас я его покидаю сразу. Вот не могу сказать, что там какая-то прямо сильно обширная корневая, но здесь и дренажа, видите, сколько было. И, в общем-то, грунта-то уже мало. Мало. Ну, на тот момент, вот когда я ее привезла, этого объема было более чем достаточно при пересадке. Честно сказать, не помню, пересадку мы с вами делали вместе или я ее пересаживала в тихушку. Не совру. Ну, вот по объему корневой, вы знаете, наверное, я возьму тот же самый горшочек. Единственное, что мне придется сейчас сполоснуть дренаж и сполоснуть сам горшок. Очищать корневую ей вот прям до бела, да, промывать корневую я, конечно, не стану. То, что вот у нее останется, то и останется. Сказала уже, да, что мне хочется все-таки разогнать и корневую у нее, и, в общем-то, верхнюю, да, часть растения. Хочется подрастить, прежде чем мы начнем ее формировать. Хотя бы отдаленно похожий на бонсай. Но вот эта идея, она меня не покинула. Поэтому я и вспомнила, что у меня же есть портулокария. Усиленно ищу другие растения, которые бы я могла постричь, постричь и выращивать именно вот в такой стилистике. Но пока как-то безуспешно. И вы знаете, меня вот эта вот идея формирования бонсай посещает почему-то по осени. Я не знаю почему, потому что, наверное, у меня грунтовых растений достаточно, да, в саду. И приходится с ними что-то делать, проводить какую-то обрезку. А зимой я, видимо, начинаю поэтому скучать. Так, все, сейчас на виду порядок. И мы с вами продолжим. Так, ну что, приготовила я все. Помыла керамзит. Ну, хотя бы немного, надо бы, конечно, на дно насыпать, да. Слой грунта в этот раз будет немного больше. Хватит. Он такой мокрый. Вот. Что с грунтом? Грунт сделала примерно такой же, как для посадки толстянок. То есть здесь у меня не 50 на 50 минералка с кокосом, а кокоса, конечно, меньше. Да. Сделала более каменистый грунт. Хотя вот сейчас смотрю, да, одни камушки. Хочу добавить немножко больше. Немножко мягче. Почему стараюсь использовать именно вот с минералкой, да, кокос, потому что натыкаясь на минеральные комочки, так скажем, да, на фрагменты минерального субстрата, корневая намного лучше разрастается. Она ветвится и растение, естественно, лучше себя чувствует. Чем больше корневая, тем лучше чувствует себя растение. Так. Уложила немного грунта. Давайте ее посадим. И подрежем немного. И корневая это неплохая у нее, да? Но я бы не сказала, что такой корневой можно выпивать такой объем воды, как она это делала. Очень неудобно. Маленький горшочек для смешивания грунта взяла. Ну, ничего. Ничего. И отпустить-то я ее не могу, иначе она сейчас кувыркнется отсюда. А, бесполезно. Так. Сейчас мы ее засыплем. Хотя бы со всех сторон, да? Но ей придется, конечно, поставить опору. На какое-то время ей придется поставить опору. Хотя сейчас посмотрим, после обрезки, может быть, она и прекрасно будет себя чувствовать в вертикальном положении. Подсыплю немного выше. Хотя, насколько я успела ее понять, по поверхности ствола она корешков вроде как и не дает. Так, ну и на период укоренения я, конечно, ей все-таки опору поставлю, чтобы ей было легче. Корневая не слишком богатая, поэтому хочется как-то все-таки ей немного помочь. Да? Да. Вот. Вот так вот. Да и со временем уплотнится немного грунт и будет держать ее чуть-чуть лучше. Так. Ну вот видите, как хорошо. Мне даже грунта хватило тютелька в тютельку. И мы с вами приступим к самой интересной части сегодняшнего повествования. Будем ее подрезать. Да? Вот. Вот так, да? Вот смотрите. Вот эта веточка, которая, как я и говорила уже, является в данный момент жертвенной ветвью, она так и останется. Вот эти все мелкие ветки я тоже прищипывать пока, наверное, не стану. Что подрежем? Ну, давайте, наверное, подрежем верхние, да, которые переросли. Начнем снизу. Да, начнем снизу. Вот она, жертвенная ветвь. Она так и останется. Я ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции. И буду показывать просто, что я с ней сделаю. Сейчас это совершенно не будет похоже на формирование бонсай. Я сейчас ее пытаюсь простимулировать на ветвление, потому что формировать, да, надо из чего-то. А у меня пока еще кот наплакал. Веточек-то кот наплакал. Ну, давайте сделаем вот так. Вот. Портулакарию обрезаю точно так же, как и толстянки. То есть мы разрезаем... Сейчас покажу вам. Вот смотрите, если у нас имеются листочки, да, то мы разрезаем между листиками, оставляя небольшой пенечек на оставшейся ветве. Он потом, впоследствии, подсохнет и отвалится самостоятельно. А вот эти череночки я, конечно, поставлю на укоренение. И что мы с вами еще сделаем? Ну, вот даже если она бы наклянилась, это было бы тоже очень интересно. Но вот, к сожалению, я ее как начала формировать именно при поддержке, да, при поддержке опоры, она так у меня примерно вертикально и растет. Ну, давайте, давайте. Обрежем лишние веточки. Для того, чтобы поставить, допустим, новое растение на укоренение, считается, что у портулакарию должно быть не меньше 4 листочков. И это правильно, потому что маленький черенок, даже вот такой небольшой черенок, он, конечно, хорошо укоренится, но вот вы видите, за год, что из него выросло всего-то навсего. Они, конечно, не обладают таким вот очень буйным характером роста. Так, а что у нас здесь? Ну, вот смотрите, веточка растет кверху, да, по всем правилам обрезки. Если прям вот она растет вертикально, то она здесь не нужна. Но пока я ее обрезать не стану, пусть она подрастет, пусть она окрепнет, тем самым утолщая вот эту ветку, да, и тем самым утолщая ствол. Хотя в верхней части ствола утолщение нам, ну, не нужно. Но я бы хотела вот этот вот черенок, допустим, срезать немножко попозже, для того, чтобы у меня было больше посадочного материала. Если я сейчас ее прищипну с двумя листочками, можно, да, можно поставить укорениться, и она укоренится. Но силу-то она набирать будет неизвестно, сколько долго. Правильно? Правильно. Поэтому мы с вами пока воздержимся от этого. Вот здесь есть точно такая же вертикальная ветка, вот. Здесь ее пока только зачаток. Здесь два покрупнее листочка, два малюсеньких сразу после того, как она вышла. И мы ее тоже точно так же заставим пока подрасти. А вот эту, смотрящую внутрь предполагаемой кроны, я, скорее всего, уберу. Так, где? Вот так. Вот. Как оказалось, мне это растение прямо даже нравится. Вот сейчас она после хотя бы минимальной формировки, да, она будет выглядеть и чувствовать себя намного лучше. После пересадки она укоренится, и я надеюсь, что более активно пойдет в рост. Так, а что нам сделать вот здесь? Наверное, ничего. Что мы тут сделаем? Ничего мы не сделаем. Вот смотрите. Вот здесь веточка, да, она очень хорошо, практически перпендикулярно отходит от ствола. А потом она загибается и пошла наверх. Это тенденция у нее вот таким вот образом проявляется, да. Именно стремление к свету здесь будет примерно то же самое. Ну и большая часть ветвей, конечно, примерно так и пойдет. А давайте вот эту еще подрежем. Вот. Вот здесь есть зачаток, небольшой зачаток новой веточки. И череночек, ну, маловато, конечно, но тем не менее. Мы попробуем вот эту почечку простимулировать. Сейчас после укорачивания ветвей, да, усекания ветвей, она, я думаю, что пойдет более активно в рост. Вот это бы я укоротила, наверное, даже еще больше. Вот так. Вот. Все. Вот теперь точно все. Поливать я ее сегодня, скорее всего, не буду. У нее был очень влажный грунт. И вот этот новый грунт, он тоже несколько влажноват. Поэтому, поэтому полью, наверное, ну, или завтра, или послезавтра. Все. На этом мы с вами сегодня закончили. Черенки. Черенки полежат до завтра, подсушат свои срезы. И после этого, ну, давайте, наверное, знаете, что сделаем. Нижние листочки уберем, чтобы они не портились именно при укоренении. Их нам предстоит погрузить в субстрат. Я их буду укоренять именно в кокосе. Вот. Монетки вот эти вот срежем. Кстати, портулокария незаслуженно, считай, обходится, да, маркетологами и не считается денежным деревом. Хотя у нее листочки-то тоже похожи на монетки. Ну, вот примерно вот так. Вот. Черенки подготовила. Завтра их поставлю в точно такой же субстрат. Может быть, с чуть большим количеством кокоса. Единственное, что мне нужно будет сделать без добавления долгоиграющего удобрения. Потому что вот здесь половинная доза все-таки имеется. Я надеюсь, что она пойдет в рост. Сейчас у нее хорошая подсветка. Она стоит под лампами. Поэтому я думаю, что она оценит все манипуляции, которые мы с ней сегодня провели. А вот черенка для укоренения удобрения совершенно ни к чему. Поэтому укореняться они будут в голодном субстрате. Вот. Вот так. Как-то вот так. Я надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее мое видео. Вы его оцените по достоинству своими лайками и комментариями. Девчонки, кто хочет начать формировать бонсай, я вас приглашаю вместе со мной. Будем это делать вместе. Осваивать это искусство вместе. Невероятно интересное искусство. Ну, вот как только моя портулокария освоится и нарастит хотя бы немного больше веточек, мы обязательно начнем. А пока будем искать новую жертву. Потому что, когда занимаешься бонсай, считается, что лучше всего иметь несколько растений, для того, чтобы не кромсать одно и то же часто, 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 а давать все-таки ему приходить в себя, пробуждать новые почки и так далее. Поэтому надо завести несколько разных растений. Может быть, когда-нибудь мы созреем и до хвойных деревьев. Вполне возможно, что и другие какие-то некоторые растения, которые есть в моем саду, я уже приметила под формирование бонсай. Единственное, что они листопадные, поэтому мне придется, наверное, освоить искусство уличного бонсай. Но всему свое время. Все, на этом с вами прощаюсь. С вами была Людмила, Оазис Миссис Смит. Палка очень не кстати попадает в кадр, но она прям вот очень удачно. Давайте на черенках остановимся. С вами была Людмила, Оазис Миссис Смит. Всех люблю. Всем пока-пока.